Всем привет! Появились кадры уничтоженного российского корабля. Зеленский принял решение по выборам, а Яндекс раскрыл правду о певце Шамане. Но сначала экстренная новость. Мощный взрыв прогремел в районе военного аэродрома рядом с Таганрогом. По неподтвержденным данным пострадали военные вертолеты. Удар мог быть нанесен ракетой Атакамс. Появились фото российского ракетного корабля, который был атакован в Керчи украинской крылатой ракетой. Отчетливо видно, что повреждения очень серьезные. А ведь это был совсем новый корабль, которые проходили достройку испытания. Это либо Аскольд, либо Амур. Они однотипные. На кадрах с моментом удара видны три взрыва и как минимум одно попадание по кораблю. Раньше писали, что одна из ракет попала по пирсу. Могли быть и вторичные детонации. Ясно одно. Черноморский флот потерял еще один корабль. Причем не простой, а ракетоносец, который несет сразу восемь крылатых ракет-калибр. Тем временем в Киевской области погиб помощник главнокомандующего ВСУ Залужного. Геннадий Чистяков подорвался на гранате прямо у себя дома. Ему кто-то подарил несколько гранаты. По заявлению МВД Украины речь идет о неосторожном обращении с боеприпасами. Сам Залужный написал, что в одном из подарков сработало взрывное устройство. Не очень похоже на покушение, честно скажем. При взрыве пострадал также сын Чистякова. И возвращаемся на фронт. Там украинские военные перебросили через Днепр в районе Крынок БТР. Похоже, это первая такая переброска техники. Раньше аналитики отмечали продвижение ВСУ на левом берегу. Они расширили плацдарм и теперь контролируют излучину реки, где еще в двадцатом году проводили учения как раз по переправе. Будут ли попытки навести мосты через Днепр и начать наступление отсюда, мы увидим. В целом на фронте идут локальные бои. На этих кадрах результат контратаки российских военных на опорный пункт ВСУ, где-то в районе Бахмута, видимо, поврежденные БМП-1 и шведскую СВ-90. Вот она. Судя по воронке, это результат работы артиллерии или авиабомбы. В секторе Газа продолжается наступление израильской армии. Сообщают, что подразделение находится уже довольно близко к госпиталю Аль-Шифа, под которым находится штаб-квартира Хамаса. Пока же представители Цахала заявили о захвате еще одного опорного пункта террористов. Вчера были опубликованы вот такие кадры. Это установки для запуска ракет, которыми Хамас обстреливает Израиль. Обратите внимание, одна из них закопана во дворе мечети, а другая мощная. Прямо целое РСЗО находится в здании детской скаутской организации. Очередное доказательство того, как террористы Хамас используют гражданские здания для военных целей. К певцу войны-шаману пришла заслуженная слава. Тщательно подобранный образ, вскидывание руки и заигрывание с красной кнопкой принесли свои плоды. Теперь, по поиску, нацист с повязкой в Яндекс картинках первыми появляются фотографии Ярослава Дронова. Это настоящее имя шамана. Вот все ругали Яндекс за цензуру. Справедливо ругали, но в данном случае можно похвалить. А сообщество Disternet решило проверить диплом шамана на плагиат. И оказалось, что работа списана с Википедией и еще пара статей в интернете. Тема работы про особенности рекламы музыкальных произведений. Видимо, про согнанные массовки и госконтракты. Вместе с титульным листом и всем оформлением диплом занимает 35 страниц. И практически все они списаны. Вы видите слева текст работы шамана, а справа идентичные опубликованные раньше работы. Еще один человек, который мог попасть в выдачу Яндекса, но он не носит повязку. Это патриарх Кирилл выписал из русских тех, кто не ходит в храм и не молится. Когда я говорю русский, я имею ввиду в данном случае украинцев и белорусов. Тех самых русских, о которых говорит повесть в временных лет. Так вот очень важно, мои дорогие, чтобы сегодня понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось несомненно глубокой православной верой. Дальше патриарх предлагает мысленный эксперимент. Если вы русский, но не ходите в храм, задайте себе вопрос, являетесь ли наследниками своих отцов, дедушек, бабушек и пращуров. Вот то-то же. В это время жители Бурятии вынуждено думают над тем, как прожить зиму. Жителям целого ряда поселков местное лесничество отказалось выдавать дрова. Дрова можно купить, но это настоящая роскошь. 20 кубов дров с доставкой стоит 90 тысяч. Люди берут кредиты буквально, чтобы не замерзнуть. А нынче я не могу, потому что один куб обходится мне 4,5. И мне этого не доставит. Мне надо будет кубов 20, наверное, и обойдется мне 1096. А вот Морозовский Ростовской области мужчина забросал в военкомат тремя коктейлями Молотова. Пишет, что бутылки отскочили от сетки на окне и не загорелись. Полицейские задержали 50-летнего мужчину. Поэтому важно помнить, если вы решились на такой смелый шаг, то нужно его совершать обдуманно, осознанно и предусмотреть все меры безопасности. Всю ночь горел торговый центр в Улан-Удэ. Пожар удалось потушить только под утро. Среди множества мебельных магазинов в здании торгового центра располагался также суд Октябрьского района и центр спецподготовки Патриот. Площадь пожара огромная. 22 тысячи квадратных метров. Причины не называются. По предварительным данным от МЧС пострадавших нет. Это, конечно, чудо при таком масштабном пожаре. В Башкирии бывший боец ЧВК Вагнер похитил и изнасиловал свою знакомую. В прошлом году Олег Михайлов осужден был на 18 лет за убийство. Из колонии он практически сразу отправился на войну, теперь вернулся и совершил новое тяжкое преступление. Михайлов задержан, возбуждены дела по статьям за похищение человека и о сексуальном насилии. В общем-то это уже типичная история. Зато в Якутске мэрия объявила конкурс среди организаций на лучшую мобилизацию. Компания, которая отправит на войну больше всех мужчин, наградят грамотами, ценными подарками и денежными премиями. Выбирать победителя будут чиновники и сотрудники военкомата. Итоги подведут в декабре. Конкурс планируют сделать ежегодным. Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов в Украине. По его словам, военное время безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов. Более того, в условиях войны невозможно обеспечить возможность проголосовать всем украинцам. Все силы и деньги президент Украины предлагает потратить на военные нужды. Грузинские силовики заявили, что российские военные убили гражданина Грузии на границе с Южной Осетией. Они пытались задержать Тамазо Гентури в селе Кирбали и смертельно его ранили. Еще одного мужчину похитили и поместили в СИЗО. Поводом к задержанию стал переход разделительной линии. В Лондоне экоактивисты разбили аварийным молотком защитное стекло картины Валескеса в Национальной галерее. Так они выразили протест против выдачи лицензии на допущущую углеводородов. Активисты задержаны. Национальная галерея не в первый раз страдает от таких акций. В октябре прошлого года картину подсолнухи Ван Гога залили томатным супом. И честно говоря, такие поступки вызывают только удивление и разочарование. Делают только хуже экологическому активизму в целом. И к хорошему покажу вам красивые снимки дикой природы и животных. Это победители в международном фотоконкурсе. Фотографы из 191 страны предоставили более 80 тысяч снимков. Жюри отобрало лучшие из них. Вот такое сегодня 7 ноября и 622 день войны. Это были главные новости к этому часу. Если вам понравилось, то поставьте лайк и напишите комментарий для того, чтобы видео продвигалось. И подписывайтесь на наш патреон. Именно тех, кто это уже сделал сейчас на экране, всем огромное спасибо. С вами был Иван Жданов. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok